Армагеддоныч в телеграм-канале. Поговорили Путин и Байден. Какие-то темы затронули подробнее, какие-то нет, по каким-то что-то решили сделать. Каждый по своим каналам где-то остались при своих. Ясно было заранее. Ни прорывов, которых быть при сегодняшнем раскладе просто не могло, ни катастроф, до устраивания которых Путин не особо охоч, а у Байдена на это нет ни сил, ни инструментов. Все в штатном режиме. Ну да, американцы перед встречей сильно гнали волну по украинской теме, но это же американцы, они без драматургии такого рода жить не могут. Нужно производить впечатление на электорат и свой, и соперничающий партии. Не случайно Трамп еще перед этой встречей Байдена притоптал. На будущее это ему пригодится. Так что освобождать от тех переговоров нечего. Все будет идти так, как идет. Инерция систем. Виктория Нуланд после разговора президентов заявила, что Путин хочет возродить Советский Союз. Это, конечно, вряд ли, но интересно, с чего вдруг она на эту тему начала высказываться. Очень уж наши журналисты любопытствуют. Так их этого одушевило. На самом деле причина проста. Нуланд это враг. Врагом была всегда, и им останется до гробовой доски. Нет ничего, что она делала бы в своей жизни, не имея в виду Москве нагадить, что имеет прямое отношение и к личностному психотипу, и к истории ее семьи. Враг хитрый, умный, коварный, исключительно подлый и талантливый. По Украине, видно, умеет переигрывать наших политиков и дипломатов и не раз это делала. И говорила она на американскую аудиторию, играя на ее основных страхах для того, чтобы те, кто в США борется с Россией, не очень расслаблялись. Американские политики грызутся между собой и часто отвлекаются. Для кого-то из них проблема Китай, для кого Иран и Северная Корея, кто-то возится с проблемой мигрантов или преступности. Но с давних времен все они на упоминания СССР реагируют однозначно. Так что слова о его возрождении для них, как звук трубы для старой полковой лошади, мобилизуют мгновенно, что до Путина возродить единую страну на базе бывшего СССР на самом деле не такая уж проблема. И в 90-е это можно было сделать и сейчас, но репрессии придется проводить внутри России и войны на периферии. А это кровь, которую Путин проливать не любит. Но не кровожаден он, вопреки всему тому, в чем его обвиняют. Так что, к сожалению, врет Нуланд насчет того, что он спит и видит, как бы возродить СССР. А сама отлично понимает, зачем именно врет. Что до отсутствия в оборонном бюджете США санкций против Северного потока-2, что журналисты связывают с состоявшейся беседой президентов, вряд ли это связано с тем, что Байден с Путиным пообщались. Не так эти вещи работают. Совсем не так. Но остановить этот проект не удалось. Не удалось. Как бы по его поводу Украины и Путше не истерили. Так зачем Америке отношения с европейскими союзниками напрягать, особенно с Германией? Зима настала. С газом в Европе и так туго. Американцы ей в этом не помощники. Разве что уголь на Украину поставляют, который немецкие зеленые даром не возьмут. Правительство ФРГ новое. Проще проекту через затягивание сертификации вредить. А это уже никакого отношения к Белому дому не имеет. Так что поговорили президенты. Ну и ладушки. Армагеддоныч. Поговорили Путин и Байден. Путин и Байден.